здравствуйте туристы и милитаристы миру мир нет войне сегодня у нас на обзоре слайдер bestech knives и честно говоря первый вопрос конечно же вай у меня адресован к бестыку потому что крупная плоская широкая красивого мокрый асфальт цвета симметричная клипса почему-то не переставляется глубокой посадки то есть рука эти вообще не видно почему-то не переставляется под левую руку почему я не понимаю ведь это но в производстве на процессе добавит там грубо говоря там два три доллара к ножу но я повторюсь я как бы не хочу никого обижать на какие-то темы разгоняться но если бы я был левшой вот если бы я сам был левшой я бы никогда не смотрел вообще в сторону ножей не адаптированных под левую руку будь они там хоть какие раз прекрасные чисто из принципиальных соображений зачем это делать если есть куча симметричных ножей которые именно что адаптированы под левую руку и почему например я знаю только одного производителя если я ошибаюсь поправьте меня я вот не знаю насчет аламиков я думаю что с ними можно договориться потому что там never the same как говорится каждый нож себе делают все равно индивидуальным и я знаю что вот по состоянию на сегодня не не до конца уверен вот буквально например пару-тройку лет назад ленма он делал свои ножи право и лево руками даже там и фреймы и прочее прочее ну ладно это просто такой загон на тему левшей очень очень красивый здесь сатинчик сам по себе нож ля-ля здесь у нас ну назовем это как бы реверстанта хотя мне название реверстанта не нравится знаете почему еще со времен этого прекраснейший бенчевский нож те мнение не успокоюсь пока не вспомню но не буду выключать камеру потом вспомню когда вот именно клинок называют реверстанта я у меня все протестует почему потому что если это реверстанта на мой взгляд то здесь вот это место должно быть тоже заточена тогда да тогда это реверстанта а так это некий модифицированный просто откололся кончик нахрен получается посмотрите чисто визуально дорисовать и будет обычный как говорится кухонник универсал и так слайдер без стекна и в сложном состоянии нож очень комфортно сидит в руке хотите долбануть долбаните не хотите не долбаните здесь у нас оригинальный цвет как иногда его называют оригинальный цвет g10 иногда называют прозрачный цвет g10 но он так немножко контуры под ним угадываются но только и того как обычно в бисты как этот нож можно встретить там наверное даже чуть ли не больше десятка вариантов цвета рукояти и финиша клинка в данном случае у нас получается сатин и я думаю что скорее всего не 3 титана есть сатин и stonewash а может быть вот такое ощущение по крайней мере я не знаю у меня так сейчас ну то есть принципе можно было бы сказать сатин не учитывая вот обувь и особо-то сильно не ошибся бы красивые долл и отверстие все прям все прям очень-очень дизайна и так слайдер bestech knives номер модели bravo golf 51 bravo 2 дизайн bestech knives длина 215 миллиметров длина клинка 93 миллиметра ширина клинка 25 целых четыре десятых миллиметра толщина по обуху 38 и это как бы немножко больше чем до хрена то есть здесь с клинка я понимаю что хотели сделать красивые долл и я понимаю что хотели сделать вот этот вот вся верхняя часть клинка такой мандалорский стиль чтобы было вот это вот все действительно вырезана и прочее прочее с точки зрения функционала здесь если бы было 2 и 8 я бы сказал ай молодцы 38 у меня вызывает конечно вопросы несмотря на то что спуски высокие все равно но перебор явно 4 миллиметра почти в обухе такой хернёй страдает только итальянцы вот они любят почему-то 4 миллиметровые обухи на и диссишных ножах что с что само по себе ну так себе идея так вес 131 грамм здесь у нас лайнеры как сказал бы алексей пономарев не по-честному вырезаны то есть облегчены столько здесь все тот же самый сэндвик 14 и 28 n 57 59 единиц по шкале рокула заявленная твердость если 59 до если 57 для карманного ножа это маловато 57 это вот какой-нибудь о ппп там толщиной там я не знаю в 5 миллиметров которым ты и рубишь и режешь и он правится действительно довольно быстро и прочее но это мое опять же такое мнение непрофессиональное рукоять же 10 замок лайнер подшипник на ламни этот нож стоит 74 евро что по сути именно такой стандартный средний без тэковский ценник по большому счету здесь все нормально опять же какие-то такие мелочи я на них уже внимание не обращаю когда имею дело вот с уровня без тэка даже пускай недорогими плюс-минус такой средней ценовой категории плюс-минус бюджетной ножами то есть это такие вещи как наверняка грамотно закаленный лайнер встает в самое начало пяты клинка все очень у нас здесь по уму шикарнейшая механика триггер на кнопочный я бы так назвал здесь плавник потому что можно нажимать сверху все летает можно дергать на себя все порхает все просто шикарно опять же в лучших модных традициях здесь у нас есть с этой стороны место на плавнике для пальца для того чтобы сделать какую-то тонкую работу или вот таким образом или вот таким образом опять же вот при всем при при всем при том что здесь такой дизайн мы его видели но не раз и не два прямо прямо скажем на разных ножах берешь в руки нож и понимаешь что он очень такой функциональный вот построгать вообще без проблем диагональный хват насколько он нужен с таким кончиком он здесь есть и он здесь комфортный отверточный хват он даже наверное еще более комфортный восьевой ставим большой палец указательные и все остальные тянут на себя и вот вам пожалуйста какая-то ковырялочка в руках есть и конечно же работа по продуктам я приветствую очень современные вот эти вот нынешние вошедшие в моду плавники которые освобождают максимальная максимальная максимальный участок режущей кромки именно для нарезки для работы по продуктам то есть нож на самом деле очень комфортный мне нравится что он такой в меру пухленький я бы так сказал я имею ввиду рукоять то есть она такая именно усидчивая очень очень по ощущениям напоминает какой-то именно фиксик то есть нет какого-то здесь момента именно дискомфорта связанного именно со складным ножом все по красоте с клинком повторюсь на ламнию заходите смотрите название этого ножа и вам там просто будет счастье там куча разных-разных вариантов цветовых решений и так далее и тому подобное классный получился ножичек особенно для любителей вот такой формы клинка спасибо за просмотр всего доброго ребят пока что вы будете с ним озвучиваться что вы будете с ним озвучивать